Не только Одинцовские студенты побывали в этот день в Управлении внутренних дел. Акция «Студенческий десант» проводится по всей России. Ее цель – познакомить молодое поколение со спецификой службы в полиции. Встретила студентов капитан внутренней службы Елена Ожерелева. Она кратко рассказала о разных подразделениях, а потом мы все вместе направились в музей нашей полиции. Там председатель Совета ветеранов управления Антонина Артамонова провела для ребят экскурсию и рассказала о ветеранах органов внутренних дел, о буднях полицейской жизни. А после музея для студентов организовали лекцию, на которой рассказали им о том, зачем нужна добровольная народная дружина, как она работает, кому можно, а кому нельзя в нее вступить. В объединение правоохранительной направленности также внештатные сотрудники не принимаются лица, ранее судимые или находящиеся под следствием, находящиеся на учете в органах внутренних дел, ранее судимые лица, которые употребляют наркотические вещества, психотропные, алкоголики. Охрана праздничных мероприятий, поиск пропавших людей – все это ложится на плечи дружинников. Но хотят ли студенты в эти ряды? Если честно, мне кажется, что это достаточно важное и интересное занятие, но, к сожалению, я уже студент четвертого курса и немножко думаю чуть-чуть о других вещах. Уже нужно писать выпускную коллекционную работу, готовиться к сдаче государственных экзаменов, а все-таки обеспечение общественного порядка, пусть и народным дружинникам, достаточно время затратное занятие. Данный опыт работы сотрудников полиции понадобится в любом случае нам в нашей работе. Про желание пойти к ним или нет, я не могу сказать, потому что я про них не знал. Ну, теперь узнал, буду узнавать, что как. Но пойти не пойду, так как меня ждет армия, если честно. После лекции молодые люди направились в центр видеонаблюдения, где Елена Жерелева подробно рассказала ребятам о технических возможностях стражей порядка, камерах видеофиксации и нюансах работы сотрудников центра. Приятные впечатления от экскурсий и лекций остались как у студентов, так и у полицейских. Я уверена, что многие люди, которые сегодня присутствовали, они были очень заинтересованы. Это было видно в их глазах, в вопросах, которые они задавали. И многие из них хотят, как они у меня говорили, вот перед тем, когда я их встречала, пойти попроводить себя в органы внутренних тел, либо же проходить практику. Акция «Студенческий десант» проводится не один день. И в честь ее завершения, ближе к концу месяца, состоится дружеский матч по волейболу между студентами и полицейскими. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».